Всем привет! Это проект Lightpack. Сегодня у нас выдалась свободная минутка, в связи с чем мы снимаем для вас демо. В первую очередь это обусловлено тем, что с завтрашнего дня в открытую бету уходит наше приложение для Android, которое мы обещали вам еще в июне. За моей спиной 32-дюймовый телевизор Samsung, на нем установлено два Lightpack. В общей сложности здесь 12 светодиодных модулей, потому что больше просто не влазит. К телевизору подключена консоль UIA, я управляю с геймпадом, подсветка работает и сейчас я вам продемонстрирую, как именно все это происходит. Как вы можете заметить, в основном интерфейсе UIA подсветка уже работает, но давайте взглянем на то, что у нас получилось с призматиком. Основной GUI мы сделали на юните, мы постарались его максимально упростить. Как видите, здесь основной экран, здесь всего три кнопки, которые представляют собой режимы работы подсветки. Под кнопкой вы можете видеть информацию, которую призматик выводит о количестве Lightpack, которые он нашел в устройстве, и о том, доступны ли ему права суперпользователя в этой операционной системе. Первый режим – это наш типичный Color Picker, где вы можете взять и выбрать необходимый вам цвет. Здесь мы его упростили по максимуму, то есть вы просто выбираете цвет, можете менять каналы сатурации, lightness, чего бы то ни было еще. Шторку также можно свернуть. Ну и давайте сразу же перейдем к следующему режиму. Это лампа подсветки у нас. В режиме лампа подсветки мы собрали несколько самых простейших анимаций. Пользователю здесь, помимо переключения самих анимаций, доступна возможность еще изменять и скорость этой анимации. Ну вот в режиме Simple подсветка просто меняет цвета на рандомные по заданному триггеру скорость. Также у нас здесь есть то, что мы назвали водой, есть у нас лава и есть старенькая наша анимация – это Cylon. В принципе, какие-то из этих анимаций мы можем здесь заменить. Тут все зависит от сообщества и от ваших пожеланий. Самый интересный, разумеется, режим – это режим захвата картинки. Здесь доступно крайне мало опций. Мы постарались как можно больше отсюда выкинуть, для того, чтобы управляться с этим было как можно проще. Пока здесь остался лимит FPS, который все-таки влияет на производительность системы. Дефолтовое значение здесь 30 FPS. Надеюсь, в будущем мы избавимся и от этой настройки. У нас также здесь есть то, что в настольном призматике называется трешлдом. Здесь у нас называется… мы название не придумали толком, поэтому называем это просто Magic i7 фича. Это то, с чем я настоятельно рекомендую всем использовать white pack. Об этой штуке я расскажу, наверное, в этом демо чуть позже. Это именно то, как должна работать подсветка. Плюс есть, разумеется, посылка среднего цвета на все светодиоды, когда у вас правая, левая, верхняя, нижняя грань просто ничем не отличаются. Но, наверное, в рамках этого видео нам не стоит злоупотреблять этим режимом. Мы его отключим. Разумеется, у всех возникает вопрос, как именно это настраивается, насколько здесь все удобно. У нас есть страница с настройками зон захвата. Тут все довольно просто, несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, сложность. Разумеется, все эти кружки символизируют зоны захвата, которые вам нужно при первоначальной настройке лишь распределить сообразно вашим светодиодным модулем. То есть, каждую зону можно выделить, сфокусироваться на ней, двигать. Двигать ее в разные стороны. Между зонами можно переключаться. Также с лапом. Вот здесь центральные зоны. Они не используются, потому что, как я уже сказал, у нас здесь всего 12 модулей на два лайтпака установлено, потому что больше на телевизор такой диагонали просто не влазит. Для тех из вас, кто уже получил первое наше новое устройство, наверное, не будет новостью. Система созвездий. Система настроек при помощи созвездий, которые описаны в CryptoStyle Guide. То есть, если вы устанавливали по инструкции ваш лайтпак на телевизор, то здесь вам нужно нажать лишь ту кнопку, которая отвечает за конкретное созвездие. То есть, Андромеда, Пегас, Кассиопея. И это то, что мы называем настройкой устройства по одному нажатию. Но я сейчас сохранять не буду. Но, тем не менее, на этой странице еще есть что вам показать. Здесь, разумеется, есть оверлей с хелпом, в котором все подробно написано, за что какие кнопки отвечают. Кстати, да, я должен обратить ваше внимание, что GUI у нас оптимизирована под работу с геймпадами. Мы тестировали его с разными геймпадами. На большей части из них GUI показала себя крайне хорошо. Разумеется, GUI не спасает в том случае, если у вас мышь, клавиатура или даже какой-то touch interface. А для проверки правильности настройки у нас есть тестовое видео, из которого, в общем-то, все сразу же становится ясно, насколько правильно или неправильно вы расставили зоны захвата. Вот. Больше ничего необычного тут нет. Из настроек, наверное, есть смысл показать еще отдельный баланс белого. Но тут тоже все довольно типично. В целом, приложение крайне простое. Рассказывать здесь особенно не о чем. То есть, выключить подсветку можно простым нажатием на кнопку. Давайте лучше посмотрим, как это работает в реальной жизни. У андроида есть особенность. У нас здесь захват работает абсолютно везде. Он комфортно себя чувствует как в игрушках, так и в видео. И где бы то ни было еще. Давайте, наверное, сразу посмотрим на какую-нибудь... На какую-нибудь игрушку. Я, честно говоря, даже не знаю, что здесь будет лучше вам показать. Все игрушки на Улье крайне яркие. Все андроидные игрушки. КОНЕЦ Ну вот, захват работает здесь. Я могу показать вам то, что называется нашей Magic Eye Saving Фичей. Как раз на примере левой резьбовой игры, как ее называют Тимур, Mirror Moon. Посмотрим, что именно здесь происходит и как это работает. Magic Eye Saving Фичей – это крайне классная штука, которая позволяет подсветке. Не отключаться в случае, если экран залит полностью черным. То есть, вот сейчас, как видите, все, что у нас внизу – это некая красная планета. Внизу подсветка у нас красная. Но по бокам и сверху у нас подсветка не отключена. Вместо этого она передает туда очень бледный средний цвет. То есть, бледно-красный цвет. На самом деле, выглядит это довольно круто. И это именно то, как и должна работать подсветка. Я не буду зацикливаться на этой игре. У нас не так много времени для того, чтобы этим заниматься. Основной принцип работы я вам писал. Сейчас, наверное, есть смысл еще показать вам, как подсветка работает, наверное, в видео. Разумеется, подсветка работает в XBNC, то есть, из любой точки операционной системы, как я уже и сказал. Давайте, где-то недавно тут было показано приложение Vimeo для UV. Сейчас посмотрим здесь что-нибудь. Давайте, допустим, какой-то такой ролик. Нужно, кстати, вам сразу рассказать, что в этом приложении мы реализовали автоматические определения Letterboxd. То есть, в случае, если у вас видео с полосами, с черными полосами сверху, снизу или по бокам, эти полосы будут определяться автоматически. Соответственно, захват будет производиться только непосредственно с поверхности самого видео. Это то, что вы давно у нас просили. Ну, вот, раз вы просили, мы, соответственно, это сделали. Нам очень важен ваш фигбэк. Нам нужно, чтобы вы все посмотрели эту ОПК-шку, скачали ее, проверили у себя, сказали, что работает, что не работает. Потому что мы, к сожалению, тестировали все лишь на УИ, китайских HDMI-стиках и медиа-центре на базе Android Xeos, производства компании PILOS. Я оставляю вас наедине с этим видео и прощаюсь. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok